Так, ребята, я к вам с экстренными новостями. Дело всё в том, что у меня на Рутюбе вышла новая реакция на «Мама в 16», и это самый трешовый выпуск. Я в шоке. Столько комментариев, столько слух, которые до сих пор доносятся, и до меня в том числе, про нашу героиню выпуска, на который мы сняли сумасшедшую реакцию. Обязательно посмотрите её по ссылке в описании. Напоминаю, что у меня эксклюзивно на Рутюбе выходят и влоги, и реакции со Славой, как вы любите, как вы помните. Я вам прям очень рекомендую посмотреть. Во-первых, мы там очень много ржали, прикалывались, но в конце было немножко не до смеха и вообще очень грустно. А про эту девочку из этого выпуска там такое. Она уже второй раз вышла замуж, что-то там детей бросила. Просто трэш, просто трэш. Короче, посмотрите. А ещё вам нарезочку ставлю. Я хочу быстрее раздвинуть ноги. Интересно, это тоже постанова? Или там реальная драка началась? Невозможно кого-то за уши вот так вот притянуть и сказать «люби». Все строго, мамуха, пока! Насколько нужно быть уродом моральным, чтобы вот это сделать, что он сделал? Понюхай, духи! Я такая замечательная! Ты почему такая счастливая, типа? Просто бабки есть. Жесть, 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 жесть. А ты докажи, что это мои дети. Я стою туда-сюда, потом, ребят, ничего нового не можешь придумать. Найдите в себе мужество, силу отвечать за свои поступки. Как они это знают? Ну, у них, наверное, какие-то лаборатории. Давай, расскажите поподробнее. Мне хочется плакать. Вот я сейчас даже не боюсь за вторым эти зайки. Пошли. Все эти видео. До свидания. Ребята, всем привет. Новый день, новый влог. Сегодня 1 мая. С праздником. С праздником. Подсказывает мой благоверный, который везет нас опять заниматься домашними дачными делами. Но на самом деле это моя инициатива. Даже не то, что инициатива. Я где-то неделю назад, на первое число, записала нас к стоматологу. Короче, сегодня к нам на дачу, куда мы сейчас едем, приедет замерщик. Я не накрашена, такая вся, типа, ну, домашняя. Мы едем на дачу для того, чтобы посмотреть, что там. Я хочу посмотреть, потому что Слава там был три дня с утра до ночи со своим папой. И еще его брат Славы, Ярик, помогал. Просто они там, я не знаю, что сделали, но что-то очень огромное количество дел. Вот, что они там сделали. И я видела только несколько фотографий. И мне безумно интересно, во-первых, посмотреть, что там, как там. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, что там разобрали. Что они там вынесли. Многое увезли. Кто не смотрел влог, я рассказывала. Не знаю, насколько это прям предыдущий, ну, какой-то недавний влог. Я рассказывала о том, что какую-то мебель мы отвезем к Славе, к родителям на дачу. Там есть куда поставить и там что-то обновить. Короче, что-то просто разберем, что-то оставим, что-то отдадим, что-то там, не знаю, продадим. Но, скорее всего, мне кажется, мы ничего продавать не будем. Мы просто будем отдавать. Потому что все самое хорошее, в принципе, мы либо там оставили себе, либо на дачу к Славе отвезли уже. А что-то такое уже, что как-то продавать, ну, тоже странно. Проще реально отдать. Вот. Ну, там, короче, сейчас посмотрим. Я не знаю, правда, там есть нам что вообще смотреть? Что-нибудь разобрали, разворошили? Может, и смотреть там особо нечего. Короче, сегодня в 2 часа дня, сейчас у нас 12.20. На дачу приедет замерщик. Сейчас охереть, сколько стоит замер. 30 тысяч стоит замер на наш дом, на квадратуру тут. Еще 6 тысяч за дорогу. На самом деле, это такое большое дело. Ну, в смысле, вот эти замеры, они нам очень пригодятся, очень нужны и для ремонта. И я, знаете, как давно я мечтала сделать замеры этого дома. Потому что я же столько лет постоянно фантазирую, что там можно сделать. Потом мы только что-то там ванну хотели менять, я тоже фантазировала, как там можно все сделать. Мы даже со словой как-то все замеряли рулеткой, записывали какие-то параметры. Потому что мы сначала вообще думали, что просто сделаем ремонт там в ванной комнате, например. Потому что там старая ванна, в которой уже не хочется ребенка купать. Но она реально старая, там я купалась еще. И как бы, может быть, с ней бы и ничего. Но там даже, знаете, я, по-моему, показывала, рассказывала в каком-то влоге. Есть ошметки от какого-то типа клея, как герметик. Герметики, эстетик. Евро-неура. Евровидение, кто смотрел. Короче, приелся, прижился. Весь желтый из-за воды. Ну, короче, там такое. Решили, кстати, по подвалу плитку не клеить стенам. Потому что мы думали сделать там все в плиточке. Но, во-первых, это обойдется в кругленькую сумму. Одна только плиточка. А во-вторых, вообще нет гарантии, что она на*** не отвалится в какой-то момент. Потому что все равно там влажность реально большая. Я думаю, что если мы сейчас там все классно обновим, причешем в подвале, еще лет на 10 точно вот прям красоты хватит. Потому что там давно, мне кажется, ни стены, ничего не делось такого. Скажи. Мы же с тобой только 7 лет вместе, считай. 8 будет в дикторе. 8 лет! Просто уму не постигла. Короче, мы вчера приехали на дачу к моим родителям. Поели шашлыки, кайфовали, отдыхали. Анютка сейчас там с ними осталась, а мы с дачи родителей едем на другую дачу. Нам ехать всего час. Я вообще что взяла камеру? Я сижу, читаю комментарии под влогом. И увидела такой вот интересный вопрос. Почему для дедушки не облагораживали дачу в свое время? Только как совсем ваше стало, вы начали ее и вымывать, и начинать ремонт. Комментарии задают те, кто с родственниками своими не жил, у кого дедушки с бабушкой не следили за своей дачей. Когда в доме живет взрослый человек. Который уже привык как ему надо. Надо было только так, как ему надо. Который привык, что вот ему надо так. Он любит это. У него все уже там расписано. Свой быт налажен. Свой быт налажен. Ты вообще туда не суешься, потому что это бесполезно. Это вот комментаторы, те, кто вообще, ну, видимо, не понимают, либо живут сами одни. Что я сейчас к вам домой приду и начну там по-своему порядке расставлять. Ну, короче, это же звучит странно. Но на самом деле, что я хотела сказать. Слава все верно говорит, конечно. Там даже в комментариях об этом написала, что обычно пожилые люди не любят, чтобы у них дома что-то менялось. Пожилые люди не любят, ну, там, переезжать. Даже для них это, ну, тяжело, это стресс. Потому что им уже хорошо вот на одном их месте, скажем так. Где уже все для них понятно, известно. В общем, рассказываю. У меня у дедушки были возможности даже самому себе сделать там ремонт, какой захочется. Поставить мебель, какую захочется. Купить телевизор намного больше, какой захочется. Я не знаю, почему он этого не делал. Я знаю. Почему? Мне хочется за этим заниматься, когда ты, у тебя каждый год, каждый день стройка. Ну, типа, он это поставил, то поставил, у себя там что-то ремонтировал. Ну, видимо, в Грузии. Во-первых, я дедушке не один раз говорила, дедуль, он спал на односпальной кровати. Хотя, например, в Грузии он спал на двухспальной большой кровати. Я не знаю, почему. Я ему давно говорила, дедуль, давай поставим тебе большую двуспальную кровать. Вот там, где он спал, на первом этаже, где теперь мы спим, наша там спальня. Я говорю, дедуль, ну вы помните, наверное, по старым влогам там кровать стояла. Я не знаю, почему он там спал. Ему так нравилось. Вот он так привык, он так любил. Типа, блин, купить кровать поставить. И я ему сама говорила, предлагала, говорю, дедуль, давай кровать тебе большую. Вот, как в Грузии. Я не знаю, почему он не хотел. Он говорит, да мне и так нормально, ему и так нормально. Короче, я каждый раз, когда к дедушке приезжала на дачу, первое, что я делала, я убиралась там. Я ему все убирала, хотя у него и так всегда было чисто. Я хочу сказать. Мы тут с моим братом Гошей, это так, опять перескакиваю, выяснили. Во-первых, я просто со своим братом Гошей не так часто общаюсь, потому что у нас разные интересы. Ну вот, в принципе, весь мир у нас разные интересы, и особо нам много чего обсуждать, такого прям нечего. И мы тут с ним как-то выяснили, что мы в чем-то похожи. Мы брат и сестра, и в чем-то похожи. Но на самом деле это пошло к нам от нашего дедушки. Мы любим, вот если на столе что-то лежит, чтобы оно все вот так вот ровненько лежало. Там ручка к тетрадочке, там штучка к штучке какой-то. То есть все вот реально должно вот лежать очень ровно. У дедушки всегда так все на столе лежало. Я думаю, во-первых, я уже много лет думаю о том, что у меня есть какое-то там обсессивно-компульсивное расстройство в каком-то проценте, 100%. Просто не вижу смысла идти к специалисту, чтобы мне прям серьезно диагноз выставляли, потому что я и так знаю, что у меня скорее всего есть что-то такое. Потому что иначе нахера всю свою жизнь класть на уборку, разборы вытереть, протереть, поставить, разложить. Не знаю зачем, но это реально геморрой. Я просто тут поняла, что и у Гоши, моего брата, есть такая тема, и у нашего дедушки тоже была такая тема. Потому что он любил, когда все вот так вот ровненько друг к дружке лежало. И к чему я это все веду? Что у него обычно всегда дома было чисто. Ничего лишнего у него прям не было. Кровать, одеяло он всегда заправлял. Ну то есть это вот знаете, если говорить про какие-то даже мелочи. Когда я приезжала, я там что могла сделать? Полы помыть или успеть протереть, потому что все-таки я, например, не сильно надолго приезжала, когда уже выросла на дачу, я имею в виду. Так вот, чтобы, знаете, приехать на неделю, там, тусить на даче, конечно, уже такого взрослого возраста нету много. В подростковом, даже так скажем, я не знаю, в переходном, как этот возраст назвать. Но я всегда у дедушки тоже что-то убирала, наводила порядки. Там ванна, туалет, раковина, все это помою. Хотя, опять же-таки, говорю, что у дедушки все равно всегда было довольно-таки чисто. Еще дедушка был жив. Уже, получается, в карантин. Помнишь, мы уже в карантин начали жить на даче какое-то время? Ну потому что в Москве как бы торчать в квартире очень тяжело было. Когда нельзя выходить на улицу, ничего вообще не делаешь. Потому что, конечно, хочется жить на даче, где ты можешь пойти спокойно погулять, как бы не пересекаясь даже при этом с людьми в подъезде, там, в лифте и так далее. И мы тогда уже замышляли, что мы бы хотели там поменять, и что мы бы хотели там поставить кровать. И я даже дедушке об этом говорила, что дедуль, мы думаем внизу диван там продать-отдать, поставить туда большую двухспальную кровать, чтобы пока, например, мы приезжаем на дачу, чтобы мы могли внизу спать. И мы с ним обсуждали, что, если так выйдет, что, допустим, он приехал в Москву, ну, в дом свой, хоть этот дом давно дедушка мне как бы подарил, я всё равно, честно, я не чувствовала себя хозяйкой в этом доме, пока был жив дедушка, потому что, ну, для меня это был всегда его дом. И я просто, ну, как бы приезжаю в этот дом, в его дом. Я думаю, многие понимают, о чём я говорю. И только после того, как дедушка ушёл уже, только тогда я поняла, что этот дом полностью там на моих, на славянных, на наших плечах. Ну, то есть всё, теперь мы хозяева в этом доме, и поэтому, во-первых, мы можем, получается, что хотим, как хотим менять. Мы ничего особо сильно не меняли, потому что пока был жив дедушка, ну, как-то, знаете, и рука не поднималась. Всё-таки это реально его дом. Ну, как бы вы же не придёте в чужой дом, например, хоть это и не чужой дом, но условно, вы же не придёте в дом там к другому человеку, не начнёте там что-то продавать, менять, переставлять, если ему это, например, неприятно. Когда ещё дедушка был жив, я ему уже тогда сказала, типа, дедуль, мы хотим внизу диван продать, поставить туда, ну, большую кровать, потому что нам неудобно спать на втором этаже. Ну, как бы всё равно спускаться, подниматься, водичку там на кухню взять, зубы почистить. Уже хочется лечь, там, не знаю, чипсиков в кровати поесть, посмотреть кино, потом эти зубы почистить и уже лечь спать. А тут туда-сюда ходить нахер надо. Неудобно, тем более с ребёнком. И дедушка знал о том, какие у нас были там намерения, например, кровать поставить. Я ему ещё тогда даже сказала, что когда ты будешь приезжать, ты сможешь спать на этой большой кровати. Я не знаю, почему, реально, я ему давно говорила, дедуль, типа, чё ты, ну, большую кровать, давай поставим тебе большую кровать. Он не хотел. Я не знаю, я просто хотела прокомментировать этот вопрос. Зачем-то. Ну, мне интересно было. Ну, как же хорошо на даче. Сейчас ещё, когда выходные, праздники, тут, наверное, все собрались. А ещё я решила, девочки, делать губы. Шубы. Но позже, позже. Потому что я уже списалась с Зелиной, куда я обычно хожу. И только Зелине доверяю своё лицо. В Аласта Бьюти. Ещё пока не записалась. Я ей написала, она сказала, что она пока не в Москве. И я сказала, что хорошо, я тогда напишу после, там, числа, когда она приедет. Потому что вообще боюсь к кому-то другому идти. А ещё хочу сделать себе нос. Ну, не операцию, хотя я операцию тоже, а опять инъекции. Но мне каждый раз страшно. Боже, это так тупо. Каждый раз страшно, потому что я насмотрелась этих роликов о том, насколько это опасно. И мне так страшно. Ну, типа, я знаю риски, и всё равно готова на них пойти. И это ужасно. Мне в комментариях пишут, какой ты хороший. Такой хороший муж. Я обычно ничего не хороший. Ну, серьёзно. Ничего хорошего. Просто я тебя люблю. Мог бы сказать, нахер мне все эти дачи не всрались. Это тебе надо, вот сама и разгребай всё своё брохло. Просто я тебя люблю, это всё. Это я тебя люблю. Ах, какая чудная пора. Капец, как приятно. В следующем году уже будем в отремонтированном доме кайфовать в это время. Вот такой план, девочки. Сегодня мы приехали без коробок. Надо будет их заказать. Ещё у нас в планах есть поменять забор. Вот вы бы какой забор поставили? Тот, который просвечивается, и проходящие люди мимо вашего дома могут увидеть, что у вас там. Мне как бы хочется, чтобы чуть-чуть просвечивалось, чтобы соседи ходили, смотрели, например, как у меня ту и красивую розовую. Так я тебя знаю, какой ты забор. Я поняла, какой ты хочешь мне предложить. Который, когда смотришь, прямо не видно, а когда сбоку чуть-чуть просвечивается. Да, очленный забор. Я, кстати, тоже какой забор увидела. Я постоянно сижу, когда я там в этих всяких рилсах, нерилсах, на что-то натыкаюсь и смотрю. Будем, хотим пол менять. У этого дворя. Короче, вот что они сюда занесли, получается. Вот эти вот скамейки. Мы их не будем оставлять. Они, конечно, прикольные. Много им лет, реально. Они уже, видите, перетягивались сверху, чтобы мягенько было. Там подушечка какая-то, подушечка. Но, ну как бы, в наш новый концепт они не вписываются. Но, если честно, это жутко неудобно сидеть на скамейке. Ну, не то, что жутко неудобно, но, блин, все равно не то пальто. Стул-то лучше. Вот. Тем более эти скамейки были очень актуальны, когда там дедушка с бабушкой на даче, например, жили. У них постоянно было куча гостей, куча людей. Вот. У нас такого все равно не бывает, несмотря на то, что там большая семья. Вот посуда. Ну, короче, тут немного чего, потому что все-таки здесь мистер Харибак. Его надо травить. Смотри, растет она, да? Вспомнить бы, какими они были. Да. Давно причем. Ну, я бы так тоже сделала. Лежат тут беспознно. Они уже все отсырели. Бедняжки. Сосырение высошились, потом еще раз отсырели. И так несколько лет. А все началось с того, что мы когда-то задумали убрать там этот самый. Что я здесь сделаю? У меня тут будет фазенда, девки. Фазенда. Ну и что? Заходи? Да? Заходи. Слушай, колеску давайте берем. Для чего она здесь стоит немножко? Мамма миа. Хейш-дам миа. Знаешь, о чем я подумала, Зай? Может, зря мы это все? Можно вернуть? Назад. Я тебя сейчас укокошу. Я хочу эту баллу все-таки оставить так, как есть. Я тебя сейчас укокошу все назад. Вы можете с папой все-таки оставить? Бля-я-я-я-я! Куда, Ютька, поехала? Теперь я здесь могу убраться. Когда не надо ничего двигать. Серьезно, я вижу. вот это вагонка конечно вообще не поверишь руки не дошли здесь можно сделать тумбу какую-нибудь чтобы было классно здесь телевизор может чтобы были комоды какие-то или не надо не знаю дизайнер подумаем гардеробная тут еще будет место для кровати уже о втором ребенке думаем ну не рожать его сейчас а просто как когда будет второй ребенок куда мы все поместимся как там все будут лежать получается пусть и мы раз два рубочка еще кровать нормально за стена кардио дизайнер дизайнер просто когда нет нагромождения мебели я просто вижу объем помещение всяких шкафов там диван и представляю как уютно сюда встанет что-то другое кто-то подумал типа жив ли пушок ему уже 19 лет прикиньте ахи можно лет 150 по-кошачьим по-человечим да и по-кошачьим эту комнату тоже не видел никогда без мебели такая она небольшая когда еще все вот это вот уберется если у нас родиться дочь хотя они так не захотят можно было бы сюда поставить две кровати даже если вот так вот сделать и еще полное место вообще для этого мои плакаты девочки храню это представляете а вы думаете что я черстая какая-то это мне фанаты мои дали круто смотри как круто а чё она у меня тут в таком состоянии как красиво это чё нарисовано да нарисовано надо это все как-то аккуратно сохранить видите я выкидываю конечно уже давно такого не дарят это мне больше такое дарили когда мне было лет на 18-19 мне кажется наследство анюткина передам ей придам мне когда мы все закончим будет приятно разобраться найти для этого какое-то место для памяти такой это лазер да такой он более точным считается да у него погрешность 2 миллиметра на 10 метров круто снимает он все в масштабе то есть вы подгружаете уже сразу а то есть вы ставите он сразу вот так вот как интересно то есть по сути вы его оставили он тут наверно быстренько хоп и все да еще там постоять как интересно тогда вы нам тут быстренько все щелкаете интересно круто это достаточно станет то есть он 2014 года а по нему видно что он такой типа уже боевое такое может интересно посмотреть как это выглядит новые например они гораздо быстрее там вообще секунд 5 7 но он крутится вокруг да а сколько такой стоит наверное нормально ну миллион 3-4 сейчас а сейчас объем то мощные если хотите сделать бизнес на такую покупаешь и выезжаешь ну да очень точная такая четкая вообще ухты офигеть это просто еще экранчик он такое ну да офигеть ну это же не 3d правильно а это Это уже прям как предыдущий, да? Да, это просто вот облако точек. Афигеть. Прикольно, прикольно. Тогда понятно, что этот замер с уходением стоит. Не, ну, классно, конечно. С другой стороны, наверное, то же самое можно было бы лазером сделать, но этот ход быстрее будет и более чётко. Вот видите, мы всё прям серьёзно делать решили. И я тут, знаете, что с папой обсудила. Но я не знаю, хорошая это идея или нет. В общем, в чём тут проблема с этой входной группой? Рассказываю. Хочется-то, конечно, чтобы тут всё было по-человечески, нормально, чтобы не было вот этого спуска, с которого обычно все дети падают. Чтобы такая лестница, если и была, то на улице, например, вход. Но мы не можем здесь сильно поднять дверь, потому что лестница. Это тогда нужно менять лестницу. А мы вроде как решили, что мы не хотим этого делать. Но я тут подумала, что если здесь всё замуровать, ну, вот эту дверь убрать, всё, и сделать вход вот здесь. Да, это, наверное, не очень, потому что, типа, будет вход, как бы, ну, с задней стороны дома. Ну, то есть вход, ну, хотя не сильно прям изменится. Ну, то есть идти, ну, на 10 шагов больше, типа, не знаю сколько. Может быть, это не очень хорошая идея, но получается тут что надо сделать? Грубо говоря, там закрыть, здесь открыть. Но не так, что просто хоп и дверь. Ну, конечно, надо какую-то, какую-то пристройку сделать небольшую. То есть немножко отступаем вот так вот, хоп. Пошли на улицу, да, посмотрим. Наш план сработает, не сработает? Не, ну, недалеко, смотрите, вот. Считай, вход в дом вот так вот здесь ещё сделать дорожки получше. Вот так вот, например, подходишь. Мы наращиваем немного. Получается вот так, хоп, чуть-чуть, чтобы у нас лестница на улицу уже шла. Вот так вот. То есть мы по лестнице спускаемся, как будто бы немножко даже мимо этого окна, например. Короче, замерщик уехал. В итоге он 2 часа сделал замеры. Не знаю, как он здесь справился. Потому что тут вообще... Кое-что достались подвалом. А, вот эту комнату вы видели, да? Я сейчас буду все куртки засовывать в вакуумные пакеты. Короче, я воодушевлена, вдохновлена. Ну, сделайте, как хотите. Так, а что мы тут за свадебное платье? Ну, ты хорошо лежала под кроватью столько лет. Скоро 3 года будет. Это моё основное. Блин, знаете, я о чём думала? Свадьба это всё-таки настолько вау. Я каждому своему влоге стараюсь какой-то посыл. В прошлом я такая, работайте, работайте. Всё равно когда-нибудь ваши труды дадут вам о себе знать, принесут плоды. Даже если сейчас что-то идёт не по плану, что-то к вам там, не знаю, работы всё нет, денег много не зарабатываете, как мечтаете, но всё равно главное работать и продолжать трудиться. Потому что в какой-то момент все ваши труды будут вознаграждены и оценены. Вот так. Мне сегодня 5. И про свадьбу. Хотелось бы сказать. Вот скажу честно, мы на свадьбу брали кредит. Потому что мы свадьбу организовали за полтора месяца. И у нас эти деньги как бы были, но они были типа не сразу. В том плане, что мы знали, что мы не уйдём в какой-то минус, что нам нечего будет кушать. Поэтому мы спокойно вообще взяли кредит, который закрыли буквально там... Ой, тут огромный шмель летает. Шмель или почему кто-то не даёт мне договорить. Важный посыл. Женитесь, ёпт, на вашу мать. Берите кредит, делайте свадьбу. Потому что это реально, возможно, один раз в вашей жизни. Ну и дай бог, чтобы был один раз в жизни. Но вот я просто думала про роды, про рождение ребёнка, про гендер-пати. Это ещё может повториться. А вот свадьба может и не повториться. И непонятно, хорошо это или плохо. Я бы хотела ещё раз свадьбу, но не хочу разводиться. Я люблю своего мужа. Чё мне делать, детки? Можно устраивать просто какое-нибудь классное торжество на 5 лет, там, лет со свадьбы 10. Свадьба — это улёт. Я очень рада, что мы сделали хорошую свадьбу. Ну, в смысле, прям красивую, такую, знаете, недешёвую. Конечно, бывает и по дороге, но всё равно. Учитывая всякие скидки, там, баттеры, сотрудничество и так далее, но я думаю, что около 4-х миллионов нам свадьба обошлась. Вот. Но, опять же-таки, у нас не так много гостей было. Чё у нас по гостям-то было, наверное, человек... на максимум 80, и то, это, наверное, с учётом организаторов. Я уже не помню. Помню, что было очень классно, красиво. Так вот, я тут подумала, что, типа, копить на свадьбу, брать кредит на свадьбу — это как будто бы не такая уж и плохая мысль. Если вы со своим мужчиной давно вместе, друг друга любите всё как бы хорошо, ну, а, с другой стороны, зачем по-другому выходить замуж, если вы там думаете, что это не на всю жизнь, например? Я раньше старше становлюсь, тем больше понимаю, что реально в этой жизни имеет вот прям такую ценность большую. Типа, ни машины, ни дома, даже не ремонты в доме, а вот именно такие моменты, как свадьба, да даже гендер-пати — это странно, возможно, для кого-то сейчас прозвучит, но это день, который вы будете вспоминать, потому что всё-таки он особенный в любом случае. Путешествия. То есть это намного дороже, чем, блин, машина. Ну вот я рассказывала в одном из глобов, что я больше кайфовала в путешествии, чем о том, что купила новую машину, потому что... Нет, я очень счастлива новой машине, разумеется. И я ценю то, что имею. Я просто к тому, что... Типа, знаете, о чём вот в старости вспоминать? Дай бог, до старости дожить. Нужно так жизнь прожить, чтобы было чё вспомнить. Короче, не все пакеты хорошие, вакуумные. Вот я заказала вот такие. У меня там половина внизу распустились. Ну, продувает. Тут какие-то, кстати, классные летние вещи. Да, тут вообще нормальные вещи. Вот это платье я хочу носить вообще. Я в нём вообще думала, что я это буду. Может, из роддома выписываться. Так что мы это забираем. Вот так вот. Везёшь сначала на дачу, потом с дачи. Ёптать. Вот и на вся жизнь. А я это всё в Москву увезу. А там уже кому-то отдам. А это Анюткин. Вещи я в Москву не привезу. Их надо засасать. Они уже все. Малые. Короче, в Москве мне с этим, конечно, проще разобраться. Раньше мне было проще на даче разобраться, но не сейчас. Сейчас такой бардак. Да. Этим летом мы здесь классно не отдохнём. Зато следующим летом, а может быть, даже Новый год сможем тут встретиться. Когда мы закончим делать ремонт, я буду разгребаться с вещами. Я буду это делать, наверное, долго. Вот. Но я хочу прям хочу перестать из дачи делать место для мусора. Ну, во-первых, только там для мусора нет. Ну, вот, допустим, Анины вещи маленькие. Там первые какие-то размеры, ещё что-то. Я же всё сюда привожу, я никому ничего не отдаю. Почему не отдаю? Потому что, во-первых, ну, как бы, у нас же когда-то будет второй ребёнок, что-то я хочу оставить второму ребёнку. Ну, я не знаю, кто это будет, мальчик, девочка. Если девочка, то так вообще куча вещей. Многие вещи хорошие, не поношенные. Я, конечно, думаю, что всё равно будем что-то покупать тоже второму ребёнку, но реально много хороших вещей, которые, ну, норм. Но всё равно надо разбираться. Я бы, наверное, и отдала бы что-то. Потому что куда столько вещей. Но в любом случае хочется как-то разобрать. В общем, я потом всё запланирую, распланирую, разберу. И по размерам, и не по размерам. Да, тут прям маленькие вещи. Но это 62-ое. О, господи, язык запланирует. 62-ое. Буду здесь всё пока оставлять. Так, тут что? Класс. О, класс. Я бы в этой куртке сейчас ходила. Как думаете, что сложнее собирать вещи вот так вот, чтобы сделать дома ремонт, или раскладывать вещи, когда уже ремонт закончен? Как будто бы собирать легче, да? Но на самом деле я вот представляю, что всё это захочется потом постирать, не знаю, заложить. Раскладывать потом сложнее, конечно, будет. хотя там можно раскладывать хоть два года, считай. Так, наверное, и будет, пока руки дойдут. Но всё равно, знаете, я вот так вот надеюсь очень, что к моменту, когда мы здесь сделаем ремонт, я это тоже всё буду снимать, так что подпишитесь на мой канал, чтобы вдруг новичок. Вас ждёт много интересных приключений. И меня тоже. Меня, в первую очередь. в любом случае план такой. Когда мы тут закончим ремонт, сначала здесь в доме всё устроить так, чтобы можно было сюда приехать прям уже ночевать, жить. Ну, собственно говоря, всё. В любое свободное время Анютка уже будет блин, ходить вовсю. Это получается мы на этот ремонт прикидываем ну полгода, наверное. Сейчас, считай, уже в этом месяце планируем начать. Главное, дом весь разобрать. Вот строитель, папа, как говорит, он вообще, он просыпается, он в 6 утра уже здесь херачит, работает. То есть, это не такое, знаете, что о, куда-то торопиться. Там человек прям такой. Ну, потому что он и папе много что делал, и бабушке моей. То есть, он прям очень быстро всё ремонтирует, строит. Прям вообще золотые руки. Поэтому сейчас можно было выходить. Зачем это всё засасывать? Блин, вот этот классный вообще розовый костюм. Зара. Хочу всё это засасать и забыть, как страшный сок. У меня вообще коробка со всякой хернёй. Какая-то косметика. Это вообще всё-таки не сложно. Ребята, я тут засасала куртки, которые у нас были. Слава тоже кое-что спустил. Там тоже заматывает. Вот. Вот это то, что я поднимаю. Там много. на самом деле. Мы всё равно сегодня, как съедаем, много всего сделать не сможем. в смысле, всё, не закончим. Вот. По крайней мере, тут уже становится попонятнее немножко. Кто есть кто. Что куда. Вот. В следующий раз надо сюда приехать ещё с коробками. Не понятно, там, кстати, в контейнерах картинные. Вот это тоже, кстати, все старинные матрасы. Видите, такие прям. Их тоже надо в приют для животных, потому что я больше других хороших применений не вижу этим матрасом. Ой, как же здесь будет хорошо, когда мы всё тут сделаем по красоте. Как мы сейчас, когда летом, надеюсь, заедем в нашу новую квартиру. Сейчас закончатся праздники, мы будем выплачивать мебель, потому что мы пока не можем выплатить. Пока выходные не можем, потому что там большая сумма и как бы со счетов переводить и так далее не получится. Сейчас мы, когда заканчиваются праздники, выходные, оплачиваем мебель, подписан договор и всё, в течение 60 дней у нас должна быть мебель. Ну, изготавливают и ставят. Это значит, ещё два месяца как раз, весь май, весь июнь. Ну да, в июне мы не заедем, конечно. Я очень надеюсь, что хотя бы в середине лета мы сможем уже переезжать в квартиру, в Москве. Тут у нас ещё будет идти ремонт. Конечно же, он только не начнётся. В любом случае, знаете, ну, вроде как, ремонт — это ремонт. Тут даже реально поментировать нечего. Мы реально большое дело сделали, в том плане, что наконец-то с мебелью там разобрались, потому что это был действительно такой камень преткновения. очень долго я думала, планировала по поводу полочек, всяких гардеробных, негардеробных, что где должно храниться, потому что всего должно быть совместно. Это реально сложный этап в ремонте. Вот, здесь тоже будет такой этап, но я думаю, мы его будем заранее продумывать, потому что сейчас у меня уже есть какие-то идеи, наработки, мысли. Многое здесь мне уже придумано, понятно вроде как. Я знаете, о чём думаю? Просто у нас получается вот так вот пойдёт стена вот по этот угол, ну не угол, а косяк дверной. Пойдёт стена и вот досюда. Проход у нас будет только здесь, и то они суперширокие, потому что мы же не будем вот это тоже делать, то есть это мы замуровываем, вот эту часть. И вход у нас получается вот такой, вообще небольшой. Ага! Не, ну нормально, как бы зайти хватит, считай, как дверь. Ну, когда, как двери получится. Так вот зашли, если хочется сюда, то сразу сюда и заходишь. Тут мы собираемся наращивать стену для того, чтобы здесь был этот туалет. Я вот думаю, может быть, её наискосок сделать или вообще эта херня, да? И так лучше не делать. Короче, я хочу здесь сделать такую зону, знаете, там будет у нас постирочная, гладилка, стиралка, всякие вот такие прибамбасы. Ну, собственно говоря, вот, то есть всё такое здесь хранить. Тут же можно там придумать внутри этой комнаты шкаф, потому что здесь делать отдельно вход, например, в типа гардеробную маленькую и отдельно шкаф в типа там туалет и так далее. Ну, как бы тоже не вариант. Получается, эти помещения надо объединить. Получится большой туалет с стиралкой. Ладно, с дизайнером подумаем. Блин, а я вот думаю, замерщик-то туда не заходил. Он же даже не видел это помещение, наверное, а мы не проконтролировали этот момент. Он же сквозь стены не сканирует. Сейчас Славе расскажу, посмотрим его реакцию. Итак, помнишь, тут был сегодня у нас замерщик? А как ты думаешь, он сделал замеры вот того помещения? И как нам быть? Звонить пускай возвращается. Он, во-первых, сюда не мог пройти даже и будь я здесь в первый раз, я бы даже не знала, что там вообще что-то есть. Спасибо. Придется, значит, вручную как-то замерять и уже надеяться на попадание пальцем в небо, я не знаю. Только 6 тысяч за дорогу заплатили. Не вызывать же его снова еще 6 тысяч платить. Это придется, значит, я не знаю, как самим что-то выдумать. Придется тогда, когда здесь стену... Не, ну а как? Даже сносить стены, ну, грубо говоря, для того, чтобы потом подумать не получится. Придется вызывать какого-то другого замерщика, просто, может, из этого города. Какого-нибудь, который просто замерит не таким, как у него, а... Замерщика найдешь. Из Москвы будут ехать. Ну, значит, сами будем как-то замерять и добавлять на план. В любом случае, пока там... Сами замерим и добавим, если что на плане. Ну да. Так, ребята, мы, наверное, сейчас уже скоро поедем, потому что, ну, реально устали, много чего сделали. многое собрали. Тут, конечно, еще тыл до хера, да, и больше, я бы даже так сказала. Но давайте вам покажу вот это. Это просто вау. Я не помню, эта комната такой пустой. Не помню, все. Где-то тут жили мы еще. Какой-то обогреватель, ковер. Какой-то в следующий раз этим займемся. Не, ну, много-много реально сделали за сегодня. Я думаю, мы меньше сделаем. С учетом того, что у нас того всего пятого-десятого нет. Класс. Тут, в принципе, даже все вот так вот упаковано. Вот реально, просто обери и едь. Хотя вот можно было бы вот этот плед тоже засосать. Чтобы он не в таком виде был. Нам надо всяких сумок классных таких, знаете, с ручками больших. Тут что в этом пакете? Пакета под странный мешок. Реально, как будто бы вот уже пока все реально. То есть пока я не вижу того, что нам сейчас можно куда-то там что-то отдать. Мы сейчас многое соседям отдали, предложили. У меня есть куда девать. Вот эти картины, говорю, Славе, давай их отдадим. Он говорит, в новой квартире повесил. Я говорю, люблю мужчин с чувством юмора. У нас там дизайнер, знаете, пыхтит, старается придумывать красоту. И вот это вот Симпсонов. Это Славина картина. Не, это фигня, это просто постеры. Знаете, как они нам нужны? Вот до этих вещей я не смогу сейчас добраться. Чем больше мы сейчас выкинем, отдадим, тем меньше придется всего этого раскладывать, когда мы будем сюда заселяться, так скажем, после ремонта. Мы, кстати, сейчас всю машину загрузили. Что-то отвезем в Москву, что-то оставим у моей мамы на даче. У нас как бы многое уже реально собрано. Кухню мы тоже нашли, куда денем. Только единственное, что в кухне очень-очень много посуды. Но на нее нам в тот раз не хватило пленки специальной и коробки. Поэтому в следующий раз сюда нужно прижать коробками с пленкой. Тут я тоже все освободила. Ну как, я тут не все все-таки освободила. Я специально оставила здесь туалетную бумагу, потому что пока мы приезжаем, пока, не знаю, строитель будет что-то делать, в любом случае, ну, зачем забрать бумагу, она точно здесь еще пригодится. Порошок оставила, потому что обычно я вам рассказываю, я тут что-то стираю, но в этот раз ничего не стирала. Да и куда мне стирать, если там я просто не пролезу, чтобы повесить. Ну и тут вот что. Тут все в книгах, в пакетах, книги, книги. Ой, как хорошо. Хочется в зеркало себя, бля, хомухать, снять, но не могу. Давайте буду так снимать. Меня немножко видно в отражении вагонки этой. Устали. Приятная усталость, потому что за этой усталостью стоит жизнь в хорошем ремонте. Мы бы, конечно, тут и с этим ремонтом могли бы еще пожить. Реально могли бы. Вот кто-то из подписчиков написал в комментариях скажем спасибо мышам за то, что вы делаете в этом доме ремонт. Реально, по сути, самая такая большая глобальная проблема и точкой начать делать здесь ремонт и серьезно все мне, то есть как бы последней каплей стало то, что у нас тут было дохера мышей, которые все засрали, весь дом. Они были везде. Я просто понимаю, что я не могу сюда приехать с ребенком, не могу сюда приехать спать. Ну, я не могу, потому что я не знаю, откуда они сюда идут, где они еще пройдут и мне что-то засрут. И уж тем более с ребенком. поэтому хочешь не хочешь, а я хочу. И поэтому мы затеяли такой ремонт. Сегодня вообще очень странная ситуация произошла. Мы со Славой ее обсуждали уже здесь, будучи, и тратили на это время, для того, чтобы собирать вещи. Жизнь, смерть, какие депрессивные у нас темы были. Просто мне наша соседка сказала, что, мол, дедушка с ней как-то общался и сказал что-то в духе того, что, ну, короче, типа он знал, когда он должен умереть. И я, если честно, так сильно загрузилась, потому что у меня было почему-то такое чувство, что он как будто бы знал о том, что он скоро должен уйти. И я как будто бы, я чувствую себя, знаете, какой, как будто бы есть какая-то большая тайна, которую от меня скрывают. Если кто-то смотрит, думает, трэш. Я сама думаю о том, какой это трэш, и вообще всё это странно. То есть, типа, есть такой вариант, например, что какая-то, ну, это я так просто условно, какая-нибудь гадалка, знаете, дедушке что-то сказала, либо ему врачи что-то сказали. Ну, то есть, я вообще не в курсе. Но суть в том, что мне мой дедушка незадолго до того, как он ушёл в жизни, он мне сказал, что, как-то он мне так сказал, типа, ладно, чё уже, всё, типа, пора мне уже типа к своей маме, что-то, к своей маме в деревню. А суть в том, что кладбище, где его мама похоронена, он же там же похоронен, мой дедушка, оно в какой-то там деревне находится. Я название не знаю, но я, я даже, честно, не знаю, как туда доехать. Но я просто знаю, что это там недалеко от Кабулети, в Батуме где-то там, короче, рядом в Грузии. И он сказал, типа, вот мне пора к моей маме в деревню. Он мне это сказал, наверное, недели за две до того, как ушёл в жизни. Я вообще офигела. Я, по-моему, об этом даже как-то рассказывала. Я офигела в том плане, что, ну, в смысле, типа, чё? Я ему говорю, ты чё, дедуль, с ума сошёл? Какой вообще? Куда тебе пора? Куда собрался? Ну, типа, знаете, вот в таком формате? Типа, чё? Прикалываешься? Куда ты собрался? Вот. И меня это насторожило, несмотря на то, что, ну, как будто бы, когда пожилые люди, старики думают о таких вещах, то это кажется, как будто бы нормально. Ну, типа, мы все же когда-то уйдём. И это единственное, что реально в этой жизни нам всем гарантировано, это такая депрессивность. С другой стороны, это неизбежность. Так вот к чему? Как будто бы, когда об этом старики рассуждают, это, ну, типа, понятно, почему они так рассуждают. Не знаю, я немножко загрузилась, потому что у меня чувство, что есть какая-то тайна, которую от меня скрывают, и зачем. Я просто, знаете, подумала, если бы вдруг так вышло, что мой дедушка болел, допустим, и ему что-то бы сказали, что вот, типа, максимум, там, полгода, например, осталось, ну, что-то такое, знаете, я думаю, неужели он бы не сказал? А вдруг не сказал бы? И я не понимаю, я не знаю, типа, как бы он поступил, будь это правдой, допустим. И я вот думала, мы со словом просто об этом рассуждали, размышляли, тут довольно-таки долго. Типа, непонятно, что лучше. Ну, понятно, что слово лучшее здесь вообще странно, но как будто бы ты хотя бы знаешь то, что есть какое-то время, там, не знаю, попрощаться, поговорить о чём-то, что-то сделать. Или наоборот, не надо о таких вещах знать. короче, знаете, вот я, короче, загналась, очень жёстко загналась, поэтому мы тут ещё долго топтались просто туда-сюда и могли начать что-то делать. Но в итоге, вот так всегда, я когда сюда приезжаю, я сначала топчусь, хожу, разглядываю, что-то думаю, что-то фантазирую, про ремонт думаю, какие-то обсуждения, не обсуждения. А потом мы начинаем, включаемся в работу, начинаем что-то делать реально. Уже почти 7 часов, я думаю, мы будем выдвигаться. Так что ладно, я пошёл, поедем мы домой, к конюрке. Так, в машине трындец. Ну вот, она просто пресса забита вся. Вот это у нас было в подвале, типа, знаете, заначки всякие. Вот. Всё это мы сейчас к маме отвезём. Что-то там есть, даже вещи в Москву. Как красиво. Мамма миа. У Славы в машине есть доводчики, а у меня нет, поэтому в его машине я хлопаю дверями, и он сходит с ума. очень красиво. Поеду спереди, пожалуй. У меня тут есть очень вкусные печенья. Они очень вкусные. Так, ребят, мы тут едем с дачи, что-то у нас был такой милый момент, я говорю, люблю, когда мы с тобой вдвоём. Ну, собственно, я люблю и когда мы с Аней, потому что, ну, вообще, ну, я вообще от неё очень тяжело отлучаюсь, я её очень люблю, и Слава тоже, но вот этот момент, когда мы вдвоём, даже если мы уставшие по каким-то там делам ездим, они просто, знаете, поехали в кино, кайфовать, по ресторанам, всё равно я люблю эти моменты, потому что они меня в какую-то, ну, голова, конечно, отдыхает, вот, и я Славе говорю, что прикольно. Я начала такую тему обсуждать, то, что всё-таки, когда появляется ребёнок в семье, это не лёгкий период, то, что ты становишься счастливым, там, кто-то даже скажет, обретаешь смысл жизни, ну, и вообще, ну, реально жизнь круто меняется, и появляется этот человечек, которого ты очень любишь, который любит тебя, и всё, это безусловная любовь, это класс, но, я не считаю это лёгким периодом, потому что, во-первых, особенно если это первый ребёнок, ты вообще ничего не понимаешь, и обсуждали то, что есть ещё, там, проблемы с работой, там, с деньгами, нет вообще никакой помощи, то есть это вообще, ну, частенько повод для разводов, Слава говорит, то, что когда проблемы с деньгами в семье, это в принципе, даже без ребёнка бывает, люди разводятся, это да, и тут, короче, Слава такой, я вообще не понял, к чему ты это говоришь, я говорю, то, что, ну, вот знаешь, бывает, люди пытаются свой брак спасти рождением ребёнка, и Слава такой, то, что, ну, это логично, то, что люди, типа, да, это нормально, и вот хотела я, чтобы ты продолжила свою мысль. Ты считаешь, то, что это нормальная идея пытаться спасти брак рождением ребёнка? Я не говорю, что это нормально, я имею в виду, что это логичное движение семьи, которое сейчас распадётся, и вроде как ты думаешь, ну, а чем ещё, ну, и вот ребёнок. Я не говорю, что это нормальное решение. Ну, понятно. Я просто понимаю, почему люди так делают, вот, и да, увы. Короче, я, что хочу сказать, конечно, это вообще не вариант. Как по мне, так пытаться спасти брак рождением ребёнка, это вообще очень плохая идея. Хотя наверняка есть люди, которые смогли таким образом реально спасти свой брак. Либо оттянуть момент... Распада. Распада, расставания. Потому что... Ну, блин. Тут либо три варианта, либо получилось, либо растянули, либо нет. Вот, и, конечно, это... Для меня вот это вообще, типа, точно не знаю. Но стоит ли вот эта движуха, да, растянуть вот это вот ваше время с человеком... Потому что, например, маленький малыш останется без полноценной семьи, допустим. Потому что ваш ребёнок будет расти в неполноценной семье, ещё и с каким-то психологическими травмами будет жить. Это стоит того? Мне кажется, нет. Зато вы пытались что-то там спасти. На самом деле, я реально считаю, что это полнейшая чушь. Понятно, что не бывает всё вот так вот как в идеальном мире, но если представить, что он существует, то, конечно, ребёнка надо рожать, как мне кажется, когда вы полностью уверены в своём партнёре, что вы друг друга любите, вы счастливы. Но это, знаешь, такая вообще тема щепетильная. Это как... Вот иногда смотришь на людей, которые... Не то, что бедно живут, а вот просто бывает, такое показывают, там, чуть ли не в подвалах реально. И при этом они без остановки рожают детей. Они рожают детей для того, чтобы потом не знать, чем накормить этих детей. Понятно вообще о каком там образовании, не образовании, о чём вообще, о медицине, там, как-то их лечить, не лечить. О чём вообще речь? Я тут просто говорю, типа, рожайте детей, когда вот вы любите друг друга, счастливы. Но на самом деле, что говорить, как я и сказала, потому что люди есть такие, которые рожают детей просто без остановки, хотя прекрасно понимают, что у них даже нет возможности тупо их накормить, а не то, что там вырастить их в психически здоровой, полноценной семье. Это вообще можно опустить. Ребята, новый день, но это не будет долгий влог, долгое продолжение влога. Короче, я забыла с вами попрощаться, потому что думала, что ещё отчётно снимаю, а потом что-то закрутилось, завертелось. Мы приехали в Москву, куча дел, куча дел, сделал себе новенький маникюр, такие у меня классные сердёчки, ресницы, всё, вся на марафете, прыщ вот такой интересный, какая-то, Берлин Монро, вот такая вот я с женщином. Короче, что рассказывать, сегодня мы все в делах, в работах, в проектах, завтра 9 мая, с ума сойти, вот, всё хорошо, а мы, получается, скоро, когда? Наверное, 10-го или 11-го снова поедем на дачу, туда, откуда вы сегодня смотрели влог, будем заканчивать там все эти уборки, наверное, закажем газель, увезём всё, что сможем, и уже в понедельник 13-го должен приехать рабочий, наш строитель. Ну, и, собственно, всё. Добро пожаловать в мир ремонта. Мы в этом мире ремонта уже вот. Короче, ещё надо заехать на квартиру, но мы сейчас уедем на дачу, на эти праздники, выходные, мы будем на трёх. Мы поедем сначала на дачу к Славе, потом оттуда поедем на дачу к моей маме, потом оттуда поедем уже на дачу разбираться, вот откуда вы влог смотрели. Так что у нас вообще планы, ого-го, грандиозные на эти выходные. Ну и вот, много разных новых классных новостей, но об этом уже в следующем влоге, об этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что смотрели этот влог, надеюсь, что он вам понравился. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, буду очень-очень вам благодарна. Так что всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока!